Астана Драгенс Сурово, сурово подставили Кстати, вот по поводу флагов, друзья, флаги ставлю не я Я вообще ничего не выставляю на сервере, никто из сотрудников СЛТВ Этот турнир комментирую только потому, что меня пригласили его комментировать И, соответственно, всем занимается администрация Фрагбайта Что они там делают, я не знаю, пока драконы четко выпадают на дугу И смотрите, что происходит, ЛДЖБ развалились на наших глазах Не выйдя даже, они даже не дошли, да вот до тачки даже не дошли Как их разорвали? Ну и вот Деннис с Кримзом сейчас попробует как-то выбраться из этой жопы Я не знаю, по-другому это не назвать Ситуация действительно жопа При том, что, наверное, в мыслях В мыслях, наверное, команды ЛДЖБ сейчас так темно, что даже вот Вот мне даже не привести пример Действительно просто темно, как вот в пятом месте Какого-нибудь рэпера из Бронкса чернокожего 5-0 И шведы идут Сейчас будет крутое пике в исполнении Кримза и Денниса Крутое пике, это по-другому никак не назвать Они словно лайнер Воздушный, который сейчас развалится Ну вот давайте посмотрим, может И Дося слышит просто гостей Гость в студии, это ЛДЖБ Спортс Которые боятся, пока боятся Пуканчик жмется Доська Ой-ой-ой, с Адреном Идеально, 6-0 Да, по-моему, вторая карта сегодня шведам не зайдет Тем временем, НИП должны были сыграть 1-1 по картам Так что Все окей Вообще, финал НИПАД был бы, наверное, кульминацией этого Этого чемпионата И при том, что даже хороший Но, опять же, друзья В полуфиналах у Астаны Дрэгенс уже есть соперник Это Клан Мистик, это не Нави И это печально Очень-очень Очень-очень печально Чем? А я вам скажу, чем Французы стреляют жестче всех сейчас Клан Мистик вчера стрельбу показывали просто невероятную Но вы видели, как Нави не могли ничего с этим поделать Они выходили на человека, который поворачивался на 180 градусов Давал вам в голову И там все пять так играют Вот как вам? Такие оппоненты нормально, нет? При том, что при их агрессивном стиле игры вы не можете Ну, вы можете их только закидать У АД, конечно, хватит скилла, думаю, с ними побороться Даже может, чтобы играть Это изи На самом-то деле для них Потому что Астана может работать именно Ну, вот ситуационные раунды, когда нужно что-то предпринять Ангел читает на все сто Всегда И это спасает команду Скитон Ну, вот когда типа оппонента Когда типа французов, которые бегают и убивают И больше ничего не делают Но с американцами, опять же, не справились Поэтому А у америкосов стиль игры особо сильно не отличается Посмотрите, как казах пытается сейвить Конечно, это тоже Мертвый номер Или даже дохлый номер можно назвать Мог засейвить девайс Хотя Судя по 13 тысяч адрен Ну, понятно, что ему там особо сильно эти деньги вообще не приносят Ни радости Ни удовольствия Ну, а может приносит, не знаю Продолжаем смотреть Этот матч очередная попытка LGB нам показать Counter-Strike Counter-Strike высокого уровня Ну и пока неплохо сыграл Кримс Ой, Деннис Кримс сыграл очень Очень не очень Но, по крайней мере, без его смерти не было бы размена А вот Адрен выцепил Одиночку Одиночку Роль одиночки играл Пиф на Б-плинте Подкрался под дугу Был замечен Был зачекан И LGB в сложной ситуации вновь Напомню вам, что Вот Буквально где-то 3 Нет, где-то 4 месяца назад Когда сформировался Ого, Маркелов В последний момент зажег Скитона Деннис Отхватывает Люлей от Кучера Ну и все Остался бомбкерри Это лавмейстер Потащить, конечно, он может Но он не Киолик Киолик, кстати, в таких раундах СВП СВП умудрялся Разрывать Его уже втроем просто Готовы сейчас принимать На Аплинте А вот Б осталась пустая Делает вид, что ушел Ну, АД дергается Будет чек, соответственно Как видим, Кучер начинает нервничать Переживать немножко Ну, у него суппорт в планте А вот игроку Б-планта Стоит переживать Потому что Ну, вот Олофмейстер понял Что там была перетяжка Оппонента на медле нету В спину никто не зашел Действует Ну, и мертвый, по-моему, номер Ну, очередной дохлый номер В попытке выиграть клатч Дуга поджимается Олофмейстер уходит Сейвить АВП Его начинает сжать Со всех сторон Но он, по-моему, все-таки Засейвит этот девайс И продолжит уже Работать во второй Во второй В следующем раунде Услышал центр 7-1 Все хорошо со звуком Показал нам сейчас это Олоф Шесть раундов разницы И мы видим совсем другую ситуацию После первой карты Шведская команда Изрядно хорошо, видимо Позлила Остану Дрэгонса Они решили Все свои сильные козыря Применить в игре за защиту При том, что, по-моему, там был Сайдпик, если я не ошибаюсь Вообще, на каждой карте Должен разыгрываться сайдпик Он был на Мираже Если здесь был, то тоже хорошо Значит, АД Знают, на что идут Тем более, если выиграли Пикнули диффенс Ничего удивительного нет Он у них здесь сильный Так вот, месяца 4 назад С половиной, когда только-только Пятерка Остана Дрэгонса собралась Мы помним, что Был чемпионат в онлайн-части Масайбит Это европейский отборочный Где В групповом этапе Для себя в последнем матче Астана играла за выход с ЛГБ Ну, почти за выход Если бы выигрывали То был бы шанс на борьбу Какую-то в групповом этапе Но ЛГБ одержали победу И одержали победу весьма грязно Играя в непонятный Counter-Strike К которому АД До сих пор Не были готовы А вот сейчас А сейчас Астана показывает Реально готовность Это говорит о том, что Процессы в команде прошли Тренировочные Очень-очень жесткие Ну и плюсом также Смена Смена с Вьонин Вот Первые 6 раундов играем так Вторые 6 играем так И Оставшиеся раунды Играем от ситуации Вот так пока что Выглядит Астана Но это Говорит о пуп уверенности Разнообразить пытаются Свою игру Так, выпад Дым Олов Ну тут Олов с Деннисом Работают без шансов На перекрестном огне Закрывают Ангела Ядры На счет становится 7-2 И Разрыв потихонечку Начинает сокращаться Смогут ли наступить на пятки ЛГБ пока не ясно Но Видно одно Что Игра пошла Стенгаген Вульфс Очень сильный Так что не факт Да 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 Друзья Но еще не ясно Опять же Как там не факт Собираются Не собираются играть Потому что по картам Они сыграли вразмен На Инферно 16-4 в пользу НИП На Мюте 4-16 в пользу НИФ И третья карта Это ДАС-2 На которой НИП Определенно сильные Я наверное буду давать вам Параллельную инфу По Скорботу Настрою себе сейчас Трансляцию Все сделано Готово Ну и мы видим ЛГБ решили атаковать Аплэнд очень быстро Жесткий край Крикс Врубает 20 Марик Не смог дать размен Не в ту сторону кинул молотов Второй гранату Уже он естественно Не переживет Его словно Его словно Нокаутировали Ангел Без шансов Хотел дать размен на 15 В итоге это закончилось Глюпая смертью Адрен Минус скитон Он пытается Перекрестный огонь убить Но понимает Что там скорее всего Плэнт и Пиф Казах засейвит Засейвит Смотрим на деньги У основной Сейчас должна быть Вообще потеря Потери И она действительно Есть 700 Ну по полторашке Им сейчас 1400-1800 Навалят Денег И Квиппент Вэлю В принципе будет Нам показывать Что они соберутся делать Мне кажется Что это по-любому Пистолеты Смотрим Респы У Адрена Есть первый И возможно Это будет поджим Дома Ну если конечно Они захотят Сейчас Вообще его делать Да 4А Это будет дом поджим Скорее всего Адрен В паре с Досей Или даже Выпад на миду Маркелов проходит Через смок Смок от атаки Адрен Попытка забрать Наглый мид На миде Кстати никто не остался Можно было пушить Но Олафмейстер возвращается Ядр не стал так же рисковать Затяжной раунд будет Если Досе не сыграют У Досе есть сюрприз Для ЛГБ А вот если А если Да ЛГБ это сюрприз Но так как два игрока Удаётся сыграть эффективно К Римзу И честное преимущество ЛГБ не отдают Своим соперникам В лице АД Атака на Продолжается Пошагово и медленно Дракон начинает поджимать Б На тайминг понимают Что это А уже точно Ну и надо было аркадить Думает Адрен Оп Марик Ох умудрился просочиться В 15 Надо выходить арку Надо выходить арку Но не рискует Драконов всё-таки Пытаются максимум Из этой ситуации выжить Запирают кучера Запирают ангела Двадцатка пески падают 4 в 2 Адрен ещё раз Засейвить попробует Наверное Да Ещё раз уходит на сейв Ещё и флочку ловит Оп Так же Маркелов пошёл за девайсом Давайте посмотрим От лица Марика Так Парного сейва не будет Поэтому А здесь его ждут Здесь его ждут Марик очень жёстко дёргает У него по-моему Да Играет из дома Пинг 60 70 80 Даже иногда Такие цифры можно увидеть Но Например Вот у скитона Тоже 60 Для сравнения Но его так же Сильно не дёргает Как Маркелова Если присмотреться Так что у Марика Там с интернетом Явно Какие-то лоссы есть При том что Явно не маленькие 7-4 1-0 1-0 В пользу Останы Драгонс По картам И вторая карта Пока выглядит так Тем временем Первый пистолетный раунд Стартует на втором Дедайсте У N.I.P. И не факулти Так что же там У нас Верри Геймеса Верри Геймес сегодня Играет после Эту встречу с Uber Geeks Не будем забывать, что Uber Geeks один из сильнейших датских составов На данный момент Это X-Kopenhagen Wolves Организация решила от них избавиться Потому что результат на мировой сцене Они так и не показали И вообще на CSGO сцене Никакого, ну как никакого Вот топ-2-3 это был их предел Они обыгрывают AD, но не уступают в WG Они могут обыграть НИП импосилам Мы это с вами видим, но что-то не хватает датчанам В очередной раз Моё мнение, что им не хватает Херригана Так, по-моему, там без шансов для Ангела Ого, это вообще жесть Мог в голову убить третьего Ну и по-моему, сейчас шведы упадут Если кучер не отдаст И не убивает кучер 20 ЛГБ просочились в точку Пушится от пифа, пиф, ого Подскользнуло На Зилке, Дося, манцует, плент Минус, скитер, Дося, Кримс Один в два Сложная ситуация 35 секунд И Адрен его без шансов карает Кучер, кстати, стоял И тоже его видел Немножко попал Беспорядочные размены Потерянный Кримс И 8-4 Первая половина за Астаной 3-2 Кримс 3-6 Опять волевых у шведов Но вот эти парни на Мираже Показали, что они могут закупаться бесконечно Даже если у них нет денег АД-5 подряд просто взяли против Девайсов Парни покупают на шестой раунд Это Нереально Ну, нереально тупо просто выглядело Тем не менее, я вам напомню, что сегодня Команда ЛГБ проводит матч без капитана Без экземы Вместо него играет Пиф Основной запасной игрок состава ЛГБ Ну, пиф также играл Пиф также играл на матчах СЛТВ Старсириес И Зарекомендовал себя Как очень Крепкого воина Ну, и очень строгого С точки зрения вот Индивидуального скилла Опять же, пиф на экране И Ответная моменталка В мидл Зачем? Не ясно Дуга поджата Идут Опять Так, пиф, по-моему, сейчас будет обузить Пытаться драконов здесь Но не лезет никто ЛГБ либо будут играть фейк Либо будут играть выход на бед Дым потихоньку заканчивается Да, будет выбивание дуги К Ангелу запускает Кримз Кримз врубает Ангела 15 открыто Дося Вот он элемент непредскажимости От Доси И проигранная перестрелка Деннису 2 в 2 Дают размена ЛГБ спешит Никто не спешит на Б у драконов Все думают, что это будет ответка на мид И Маркелов просто сейчас Не успеет Все равно ждут прокида шведы Проигрывают вот для самой секунды За которой должны были бесплатно заходить В Б-плэнт 1 на 1 Кримз Кучер Кучер шифт Бомба на дугу Кримз И Кримз читает Кучера Но не стреляет в него Почему-то И счет становится 9-4 Ой-ой-ой Ой-ой-ой Кримз навелся Понял, что скорее всего дуга Но тайминг Кучера ему был неизвестен Он не понимал Через сколько Когда И самое главное Откуда И навелся по-моему просто так Но был готов принимать Но не был готов стрелять Увидеть увидел И сам себя перемудрил Растерялся Явно растерялся здесь молодой шведский Начинающий, скажем так Своё восхождение на Олимп киберспортивной славы Кримз и Чи ЛГБ вынуждены играть Ну вот опять они покупают девайсы Деннис пропирается Дося тоже Дося Ого Наказал Наказал троих Наказал двоих Вернее на коврах Пропустил на Аплент Ну и Марик сейчас Должен готовиться Собирать халяву Молотом не выпускают Слушайте, очень четко используют молотовые драконы По-моему они подхватили тренд от Нави Ангел тем временем Попал кому-то прострелом Не то, что прострелом А префайером на центре А, как видим, скитин 12 кп у него осталось Ангел его чекал И снова безвыходная Тупиковая ситуация для ЛГБ Они об этом Еще пока не знают Рассчитывают на то, что Наверное, нанесли демейджа при разменах Но драконы все соты И шанс Шансов у Адерона здесь принять троих Больше, чем у трех игроков Убить Адрена И при этом без потерь дойти Вообще до места назначения 40 секунд ДТА на центре Мансует девайсы К Адрену суппорт не приходит И Ну вот пятно крови на центре Как видим Пиф первый будет выходить И по-моему это будет ваншот Вот второй выходит пиф Ваншотит Адрена Маркелов играет в контакте И Ого Мажет Марик Пиф Что творит стендин Один ангел Один ангел против двух игроков Нападения Благодаря Вот сыграл бы так экзем Это вопрос Но пиф смог Пиф смог И тащат ЛГБ этот раунд Если конечно сейчас ангел Не покажет нам Действительно Мастер-класс В клатче Но по-моему Олаф Мейстер его уже Да Все взял в контакт Но упал Пиф Ну и пиф просто минус 4 Минус 4 в раунде И несомненно Самый лучший MVP Для него ХП Ред Чекаем Деньги Денег нет Астана Тем не менее Покупает Фамаса На последний раунд Первой половины Ну вот 10-5 Хотели видимо выйти Но не смогли Могли и 11-4 сыграть Если бы получилось В прошлом раунде Ну и на сервере Ставится пауза По-моему Перед последним раундом Или перед второй половиной Если я не ошибаюсь Скорее всего Перед второй половиной Ну и статистика Выглядит не самым лучшим образом Для команды LG Biscuit Играет 3 на 13 Весьма странно 8 на 11 Ил оф мейстер Кримс 8 на 11 Также и 12 на 13 Деннис Пиф 9 на 10 Ну вот одно MVP Явно заслуженное При том что сыграл на максимум У драконов Пока все хорошо Но вот мы не видим кучера Не наблюдаем пока что Хороших качественных приемов От Маркелова Роли второго плана Но тут скорее знаете Шведы не дают Играть ему роль второго плана Постоянно Ставя козни И вот врываясь агрессивно Используя лофмейстера Пифа В качестве основных источников Давления Напряжения Помимо того Что у этих парней Безумная им Они еще и умудряются Иногда вытаскивать Вот такие вот моменты Как Пиф Строго работая По информации Так Ну вот 9-6 Кто-то пишет Первая половина Не знаю Не знаю Чем она там закончится Но мы явно сейчас Негодуем И ждем Беспощадного Врыва обратно Таких А пауза Пауза Все-таки стоит Но шведам Конечно здесь уже Вот не очень хорошо Они Проиграв первую карту Могут просто сейчас Не выбраться Не выбраться В финальную часть турнира Для них это будет Несомненно Несомненно Очень Большой минус Перед тем Что Перед тем фактом Что скорее всего ЛГБ все-таки Будут менять состав И они будут искать Кого-то Кто Покинется Потому что Я считаю Что замену Скорее всего Они если будут делать То оставят пифа Ибо парень пойдет далеко Но вот В СК гейминг Он не прижился И мхоин считает Из-за того Что ему просто Слишком мало лет Для Такого состава Я скажу И там помимо Помимо Экс титулованных Игроков Не то что Экс титулованных В прошлом Известных И именитых Типа Долпанов Питы Вот он не смог Не вписаться Скорее всего Опять таки Я думаю Это из-за общения А не из-за игры Потому что Даже в качестве Тестового игрока На лане Он показывал Уверенную игру Но Как вы думаете Как будет играть Чувак Которому говорят Что вот сейчас Вы парни можете Сейчас ты можешь Остаться в команде Если ты будешь убивать А ты еще даже Сыграться толком Не успел Так Дойся дублирует По-моему Свои ковры Он попытался Так Рим Спив Минус эмиль Ну что Это 4 в 3 И видимо Аплэнзе ЛГБ Все-таки 9-6 Сыграют В первой половине Сейчас игроки АД ЛГБ я думаю Довольно Таким результатом Ситуация вряд ли Поменяется Осталось только Досмотреть Вот последние фраги Кому не достанутся Тоже уже особо Не важно Счет второй половины Не слишком-то Не Рабочий для шведов И абсолютно безопасный Для стены дрэггенс При том, что Если пистолетку Даже проигрывают Как они это умеют делать У них остаются шансы С преимуществом Продолжить играть Хотя Хотя да С преимуществом В один раунд Могут продолжить играть Девайсные раунды За атаку Если будут покупать На третий Но если возьмут пистолетку То все будет Крайне жестоко Для ЛГБ И я думаю Там будет по-любому Либо дисбант Либо смена состава Но Эта команда Несомненно Показала себя На Старладдере И понравилась Всем нам Ну это с точки зрения Зрителя Опять-таки Продолжаем смотреть За матчем И первый пистолетный Скитон Сразу ставит пачку Кучеру-бедняга Смотрите Сколько у Кучера хп Кучер играет Под номером 1 И у него Один Один единственный Хп Куда он его потратит Непонятно Потому что Это явно сюрприз Вот такая халява Залетела Ну и мы видим Здесь дефолт От Астаны Не первый раз Наблюдаем пистолетный 3-2 И Ангел в паре С Маркеловым Играют ковры Но вот у Маркелова На всякий случай Есть Адрен В комбе Чтоб разменяться И если Ну вот размена нету И непонятно Что дальше делать Дуга-то не занималась Кучер отхватил в голову Выходить на главку Это давать чек И давать инфу Но идут на 50 секунде В главный Меня интересует больше Дося Против него Кримс Не самый сильный Пистолетчик шведской команды Поэтому можно отыграть А вот дальше уже На дуге стоит пиф И это явно Туз в рукаве На Б-пленте От ЛГБ и Спортс Олоф Мейстер Ну как видим Да, Кримс здесь Дочекался И Дося будет продолжать Наступать на Б-плент Кучер выходит с ямы Кримс остается красный Денис минусует Ангела А-плент упал Все, и надо рашить Б-плент Влетает в раш Кримс умудряется Убить кучера Но там 1 хп Биф Биф падает от Доси И Доси пытается на себе Затащить эти пистолеты Попадает на Дениса Денис готов Маркелов прошел А-плент ставит быстро бомбу Чтобы были деньги И отдается Даже вздохнуть не дали Свежего воздуха Моментально вырубили шведы Ох уж эти жестокие ребята Бомба была разрушена 9-7 Будет ли волевуха Не знаю Но пока прогноз Для Астаны Дрэгонс Не самый хороший Все-таки может быть Ответка от ЛГБ Вообще странно У меня звуки как-то идут Вообще непонятно Наушники То что правый и левый ух Поменены местами И сломаны Я к этому уже привык И даже не расстраиваюсь Вот то что у меня Какие-то параллельные звуки Вылезают Из КС И откуда они берутся Вот этого я Не знаю Помогите мне пожалуйста С этим как-то определиться Слишком Слишком здесь Все жестко Так Ну и драконы Один эко будут делать Это мы с вами сейчас Прекрасно понимаем Врываются на ЛГБ В Аплэнд Пятером Пойдут сдавить Библу Библаус Четко смотрится Эдмоном Но он ловит Одоси 15 прорашили Отвлекли внимание на себя Не не отвлекли Будут все-таки Сплит доигрывать Топают ковры Пив слышал Врываются в респаун Пытается биться Олаф Мейстер Ну и Астана Дрэгенс играет Как умеет играть Только Астана Дрэгенс Маркелов умудряется Выжить вообще Хрен знает как Но вот скитон добил Дося Кафель 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 Есть же штамп Выпадает Кримс Ошибки игры на пленте Но тем не менее На 2 в 2 раздавили Кучер еще одна бомба И успел Две бомбы ставят Астана Дрэгенс В пистолетном раунде И на эко Это даст сейчас Вообще превосходный Закупочный Превосходный шанс Сыграть Крайне эффективно Потому что Будет раскидка Это самое главное Ее будет очень много 9-8 Преимущество остается Но ЛДБ по-моему Твердо намеренно Показывает Железобетонный Дефенс И не Железоднобетонный Это однозначно Так Пиф уже готов Реализовать свой кольт Вернее не свой Так пошел Фома С дропом Экономика шведов Ну да Раунд который Сейчас решит все Уйдут ли ЛДБ вперед Или Отдадут все-таки Астане Эту Инициативу Давайте смотреть Дося Чек поджима Поджима нету Залетает граната Надо было жать Три игрока Два игрока Шведской команды Пытаются поджать Кримс уже на бревнах И дуга занята Ну Чтобы атака себя Не чувствовала свободно Правильное решение Все-таки так делать нужно Так делать необходимо Тем временем Дом занимается Игроками АД Ну и Пиф В качестве Приемника Двадцатки Первый наверное Получит Сейчас хоть Контактную флешку Ангел Падает Пифа надо было Разменять Но разменивать некому Ковры не вышли Маркелов занял Двадцать Но поздно Не успели Игроки команды Астана Дрэгон Зайти на главный С разменами И потеряли Ангела Пахнет здесь Ребят борьбой От шведской команды Воняет Допами Я бы даже сказал На этой карте Не хотят Шведы Прощаться С родным чемпионатом Для них Опять-таки Напомню Что фрагбайт Друзья Это топовый Ресурс На международной Международной Киберспортивной Журналистике Но помимо этого Еще И это первый Шведский сайт Посвященный Ксго Там всегда Ну это как Хелтворк Только для шведов И вот Проигрывать На своем же турнире Не хочется Никому Сожрали ЛГБ Атаку На бэклент Маркелов Вновь Один в четыре И попытка Установки Бомбы Но Слишком Слишком долго Задержался На перестрелке С лофмейстером Принципиально Минус сделал Но Толку команде От этого Вот толку команде От этого 2-9-3-3-2-7 Отдача Инициатива Отдача преимуществ По-моему Вообще по всем фронтам Отдача Даже Вот Они один дым взяли Б походу Б от АД И ЛГБ Начинают сжать дугу Ой-ой-ой Пахнет керосином Как я понимаю Клифф на центре Минус от Денниса В центре На Б кстати тоже Присутствует Не Одно ВП у Денниса Слава богу Я думал будет АВИК Так Кримс дублирует Свои действия Выходит в центр Понимает Что яма его ждет Не лезет Ну и Астана Перемещается в сторону центра Кримс В общем рядовой экономический раунд От АД пытаются придумать Что же делать Скорее всего Англ что-то объясняет Сейчас это было бы Как раз таки вовремя Потому что Бай будет опять же сочный Но надеюсь что АД Не будут разыгрывать его Настолько предсказуемо В сторону Аблента Шведы к этому готовы Шведы готовы к любым дефолтам Которые АД показывали до этого Надо что-то новое Что-то интересное Увлекательное Надо в конце-то концов Начинать уже рисковать И вот Очередное эхо И снова АД удается На пистолетах Открыть план Слушайте Может им Может им на девайсном раунде Не покупать 5 девайсов А оставлять 2 пистолета Потому что Вот с пистолетами То они попадают в голову А на девайсах Стреляют в другую сторону А если погибнут То ничего страшного Деньги останутся Можно еще раз закупиться По-моему Отличная идея С учетом того что Они ПКД убивают Вот ПКД Вот ПКД просто Убили зашли Убили зашли Да бомба даже До плента доходит Ни одна другая команда На всем белом свете Таких раундов Стабильно не делает Только Астана Дрэгенснет способна Я не говорю что это хорошо Я не говорю что это плохо Я конечно троллю Но это такой Спорт троллинг Друзья По-моему пора По-моему пора И такими вещами заниматься А глядя на то Как сейчас Деннис Своевольно за Аркадия Лакной без шансов Казнил мост Что это же дать От шведов Плотного ответа На этой карте Вот Проигрывают Снова Ангел идет один Размена на центре нету Не дождался Любопытные Вайвария Сразу нос оторвали Атака на продолжается И Если сейчас Маркелов Не убьет Денниса То это ГГБ Вы видели что он творит Деннис Красный Не шанс есть Но надо убивать малые А на малые Уже фокусить поздно Ну и Дасян последний И Деннис его казнит Жесть Вообще это грубый размен Вот Маркелов не справился С Деннисом И на этом все закончилось 9.11 Но зато убил Плэнт При том что так Из-под выпи перда Наверное Выпи Мне не выговорить 9.11 Астана Драгонс Покупает Девайса Снова понимая То что Понимая все ущербные ситуации Понимая что на 21 раунде Они Совсем Не к этому готовились Не к доминации Шведами по очкам И по раундам И ангел занимает бревна Очень быстро И шведы для себя Посмотрите Вот отыграв во второй половине 4 Шведы для себя Делают вывод Что пора менять стиль игры И не Аркадия Дугу Уходят в закрытый Дефенс на Отправляют туда Лофмейстера Который составит Компанию Скримжа Деннис Также Библа Пив Ковры Скитон играет Агрессивную роль На двадцатке Но с пифом На пару По-моему Вот 20 АД АД за атаку 20 против скитон И пифа Ни разу не зашли И ни разу не взяли С разменами Пески Во второй половине Проблемкой пахнет Раунд Пишет ангел И начинается Врыв в плент Все читают чат Это по-моему Отвлекающий маневр От карася Но Ничего не происходит Шведы в шоке Шведы не понимают Почему к ним Не хотят идти на Б И все Атака начинается Да не стягивается Ну смотрим Что будет Шансы неплохие Здесь убить Но проиграли уже Проиграли Курпе Проиграли Б3 перестрелку Проиграли упор Гримс Размена Но не равное Еще и Еще и Деннис Пришел Размен 3 в 3 Сложная ситуация Нужны срочно Изоляционные дымы Но денег то не было Бомб керри Не дохнет Бомба ставится Карась хорошо прикрывает Просто твет На твердую пятерку Хелит Скитона И тот идет на мясо Первый Минус дуга Невнимательно Маркелов Скитон ОМГ ОМГ И пиф Без шансов для карася 12-9 Есть Ну все Стоит признать тот факт Что остальные дрэгон С проблемой в игре За нападение И по-моему По-моему Они расслабились После взятой Первой карты В тяжелой борьбе Шведы были конечно Хлипкими В первой половине Даже Какие-то зяблики Боялись выходить Пытались играть Крайне пассивно Но сосредоточенно И казалось бы Вот-вот драконы Во второй половине Начнут давать жару Как и в первой Но ЛГБ просто Оставили силу На вторую половину На этой карте И пока что Вот знаете Второе дыхание Сейчас открылось И ЛГБ Это однозначно Это сто процентов Все выглядит Именно так Морально волевые От шведов Залетают Это хорошо Вот они Новые гидрайты Через год Денис Лофмейстер Пиф Кримс Скитон Хотя возможно Кого-то из них Пригласят в НИП Такое у шведов Часто бывает Вообще знаете Команды вроде ЛГБ Лемондокс Вот которые были Сейчас ныне СК гейминг Но СК гейминг Ладно Вот до СК Когда были просто Лемондокс Все игроки Этих команд Были просто Кандидатами Для них Ладно Мне так кажется Но еще мне кажется Что фифлар Наменять не будут Еще годик Наверное Минимум Или полгодика Так ну что Досян Кучер И Лофмейстер Сейчас мог дать Хороший префайр Мансовки с бомбой Это по-моему Задумали шпионскую Атаку на С диверсией на Ну атака на Б С диверсией на И главный диверсант Гибнет прямо Прямо не успев Даже совершить Хоть Ну хоть полписечки Диверсии ЛГБ прием вдвоем Бэтлента Уже втроем Кримс сыграл СБ3 Гатушки Олов Мейстер Минус Кримс Олов Посмотрите Чувствует Что тиммейта Убили Надо отойти Не дожимает Госина Его видит 73 кп На него Врывается Кучер А тут уже Двое Кучер Ах какой Слайд Фраг Фраг шоу От Кучера Ну третьего Давай Третьего Давай И он идет На шифте Выручай Свою команду Ты сейчас Нужен им Марик Ай-яй-яй Маркелка Задавили Давит Марик А сам пиф Йооо Вот все Нет слов Шведы Просто взяли За яйца Астану Сейчас Пиф просто Не щадит 15 на 12 Выбирается Из минуса И начинает Догонять Денниса И при том Что Деннис Играет пассивно Пиф Своей агрессией Просто поражает Наше внимание Очередной Волевой От Астаны После бомбы Две флешки Так Раз Два Две Раз Два Три Четыре Флешек Много Два дыма Всего лишь Этого мало Три дыма Есть И по моему Повторная игра Под беплент Нет Будут действовать По разводу Занимать дугу Номер 0 Кримс Успел уйти с дуги Но Как видим Адрен занял бревна Но дело Вот в чем Видимо Кримс Видел Адрена И после Проброса У Адрена Уже 57 Как видим Карта Выглядит Вот следующим образом Если Во тьме Ночной Присветит Дня Лучики Лучики Тепла Драконов Такой Приятный Цвет Детской Неожиданности Я имею Ввиду Вот эти Вот штуки Под гранатами Ну просто Беда Надо менять На красный Цвет Срочно Просто Это дело Полтора Полтора Года Терпим Вальф Никак Допереть Не могут Че же Нам Надо Так Доси Развлекает Пока Под б Бомба Все еще На центре Карась С Маркеловым По сравнению Со вчерашним Днем Просто Выглядят Как Какое-то Пушечное Мясо Пиф Меняется Со скитином И сразу Работает Минус Ангел Уже В который Раз От пифа Заходит 16 на 12 47 очков Агрессор Из Швеции Просто Жрет Сейчас Жрет А стану Дрэгонс Я сейчас Сразу Вспоминаю Вот ту Гифку Где была Мать Драконов Из сериала Как же Она Называется Ну что-то Там Про древние Времена Короче И Игра Престолов Вот И 4 в 2 По-моему Эта гифка Сейчас становится Все актуальнее И актуальнее Для болельщиков Команды Деннис Маркелов Последний шанс Команда Астана Дрэгонс Здесь Развернуть И даже В этой ситуации Ну и даже В этой ситуации Марик остается Открытый Против двоих 14-9 По-моему Пахнет Третьей картой Друзья По-моему Это все-таки Будет Три Карты И третья Будет ДАС-2 Но счет Еще пока Позволяет АД собраться И вот Смогут ли они Вообще Собираются ли они Собираться на этой карте Я не знаю Собираются ли Собираться Вот как это звучит Какая просто Какая просто Дикость Собираться Собираться По-моему Они разбираются Даже не собираются Так Деннис пытается Дублиров Закрепить свой успех И ой Ой Карась Сколько там Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Из них Семь раундов Капитан Команда Астана Дрэгон Сдохнет Стабильно На первой секунде И это говорит Только об одном Астане Надо было Сходить на перекур Между картами А не стартовать Так быстро Начали быстро Силы потратили На первую половину Во второй половине Пока похоже На Какой-то Не знаю На соп Валерия Леонтьева Который стоит После его выступления И ничего не делает Все Тут Насмерть Шведы не прощают 15-9 Это ГГ на вторую карту Тут уже не собраться Но Скиттен еще умудрился Килл написать Вообще красава Зачем Непонятно 13 на 16 Видимо разозлился Видимо его бесит Что вся команда Разыгралась А он как Он как в танке Багет Зет You like me 5 раунд Сега Опа Ну и 16-9 Заканчивается вторая карта Друзья Мы не досматриваем Последний раунд И ждем С нетерпением Третья карта Она начнется Примерно через Где-то минут 5 И Далеко не разбегайтесь Ну и сетка Друзья Этого чемпионата На данный момент Выглядит следующим образом Сейчас моментально Смотрим Что же у нас В матче НИП И 14-4 НИП ведут На третьей карте По-моему Все-таки НИП проходит Не факульт Если я не ошибаюсь И будут ждать Своих оппонентов Из Так Будут ждать Своих оппонентов Из команды Либо Uber Geeks Либо Вэри Геймс Но это только потом Ну и Клан Мистик Вчера друзья Обыграли команду Нави Вам об этом известно Ладно Ждем Третьей карты Матча Астана Дрэгенс Против ЛГБ Спортс Решающий ДДАС 2 И после Небольшой музыкальной паузы Я вернусь В эфир К вам Любимки Братюни Братюни